Здравствуйте, друзья! Хочу предложить вашему вниманию обзор на новинку от фирмы МЕНК. Это российская зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 в масштабе 1,35. Ну, несколько еще отвлекусь, пару слов. Я брал ее в известном достаточно магазине, многие его знают, он в последнее время достаточно часто мелькает. Это магазин Я Моделист. И хотел бы несколько слов сказать по поводу магазина. Я заказывал данную модель перед 23 февраля, то есть своеобразный такой подарок 23 февраля. Вот, и в принципе все нормально, заказал, приехал курьер, он уже под вечер. Ну, там еще было кое-что, я быстренько посчитал, как говорится, по номинованиям, и все, курьер убежал. Вот, и я уже стал открывать коробки, рассматривать. И, к сожалению, обнаружил, что в моем наборе, вот, шилка, была сломана ванна корпуса, причем сломана пополам. Вот, как такое могло бы зайти, я, конечно, не знаю. Вот, я стал, как бы, конечно, расстроился, стал думать, что делать. Время уже, как бы, поздно было, звонить в магазин, но, в общем, я решил сделать следующее. Я сделал фотографию данной детали, приложил накладную и отправил письмо на адрес Я Моделист. И буквально через день со мной связался менеджер магазина и предложил поменять бракованный товар на аналогичный. Вот, и через день ко мне опять приехал курьер и привез уже нормальную коробочку. Честно скажу, очень рад такому отношению со стороны магазина. Вот, поэтому еще раз хочу выразить большое спасибо магазину. Я Моделист за такое отношение к клиентам. Вот, и могу смело порекомендовать данный магазин всем, кто еще не был в нем. Вот, ну, давайте перейдем непосредственно к обзору. Итак, такая вот у нас коробка, достаточно такая объемная. На боковинках у нас представлены варианты окраски. С обратной стороны тоже. Вот, внутри у нас пакетики с ледниками зеленого, темно-зеленого цвета. Я сейчас прервусь и распакую, чтобы не шерстеть на камеру, распакую все леднички. И потом мы уже продолжим смотреть уже ледники более подробно. Итак, друзья, давайте продолжим. Начнем, как обычно, с инструкции. Инструкция напечатана на качественной бумаге в виде книжечки. Вначале идут кратко-историческая справка на китайском, видимо. Английская. Еще какой-то иерогифы. И, что приятно, на русском языке. Ну и далее идут условные обозначения. Используем инструменты. И сборка начинается у нас со сборки ведущих звездочек, катков, то есть ходовой части. Деталей, конечно, много. Итак, на первом шаге у нас идет сборка катков. Далее мы собираем шасси. Непосредственно уже различная мелочевка здесь устанавливается на ванну корпуса. Причем здесь уже какие-то варианты у нас предусмотрены. То есть что-то у нас ставится, что-то нет. Здесь же также нам нужно сделать будет, я так понял, ряд отверстий. Да, вот ряд отверстий для вариантов В, С, Д. Ну и так далее. Так, далее идем. Далее продолжается сборка ванны. Установка трассионов. Далее идет установка опорных катков и гусениц. Гусеницы собираются, судя по вот этой картинке, гусеницы собираются без клея. То есть гусеницы рабочие на защелках. Каждая гусеница из 91 трака состоит. Вот. Далее здесь устанавливается небольшая мелочевка какая-то внутрь корпуса. Какие-то баллоны. А, педали это место, видимо, механика-водителя. Немножко детали еще. Устанавливается верхняя крышка корпуса. Да, вот здесь вот на осьмом шаге у нас устанавливается кресло, механика-водителя, приборная панель отдельно здесь дается. Еще какие-то приборы. Так, ну дальше начинается сборка верхней части корпуса. Различные решеточки, фары, люки. Шанец, ну и так далее. Дальше все у нас идет по верхней части корпуса. Различных деталей много, как я уже сказал, тут действительно очень много всего у нас устанавливается. Трассы, различные опять лючки, крышки, шансовый инструмент. Так, как вариант можно сделать люк механика-водителя в открытом и закрытом состоянии. Так, установка деталей. Опять же, наверх корпуса, различные поручни и так далее. Много, много, в общем, деталей, честно говоря, наверх все ставится. Далее у нас на 17 шаге идет установка верхней части корпуса на нижнюю часть. Опять же, продолжается новинка дополнительных деталей. Различные решеточки устанавливаются, затравленные. Но много тут еще чего. Так, установка бревна. И вот только на 20 шаге начинается сборка зенитной системы четырех пушек автоматических. Далее это все дело у нас продолжается. Тут шланги, смотрю, какие-то. Так, сборка нижней части станины. Опять все это сборка зенитной системы. И 24 шаг у нас сборка в верхней части башни. Тоже башня из нескольких деталей состоит. И опять же, нужно будет сверлить кучу отверстий под разные варианты данной установки. Но на 25 шаге у нас идет монтирование стволов в башню. Установка нижней части башни. Тут далее идут дополнительные детали башни. Разная мелочевка, люки, фары, осветительные приборы и так далее. В 31 шаге собирается РЛС. Далее все это устанавливается опять на башню. Опять же, продолжение. Установка дополнительных всяких ящиков, люков, кожухов. На 35 шаге идет установка РЛС. И опять же, мелкие детали. Ну и заключительный шаг, 36-й. Установка непосредственно башни на корпус. Ну, что можно сказать. Деталей, конечно, очень много. На самом деле, работы здесь полно. Так, ну, дальше мы видим схему расположения литников. И в конце у нас идут варианты окраски. Значит, здесь у нас краска представлена из палитры Валеха. Значит, вот один вариант у нас принимал участие в параде в честь 55-летней годовщины Великой Октябрьской революции. Ноябрь 72-го года. Далее, следующий вариант из состава одной из частей Вооруженных сил Республики Польши, 2010 год. Далее, еще у нас идет камуфлированный вариант из состава одной из частей Дальневосточного военного округа Вооруженных сил России, участников международных и антиритетических учениях стран-участников ШОС. Мирная миссия, 2014 год. Далее, из состава зенитного дивизиона 324-го мотострелкового полка Уральского военного округа, принимавшего участие в боевых действиях в Первой Чеченской войне 95-96 годов. Еще один вариант из состава одной из частей Национальной народной армии ГДР. Много на самом деле вариантов. Еще один вариант из состава зенитного ракетного артиллерийского дивизиона береговых войск Черноморского флота, 2011 год. Еще один камуфляжный вариант из состава зенитного дивизиона 105-го мотострелкового полка Уральского военного округа, 1998 год. Далее, из состава зенитного дивизиона 341-го танкового полка Уральского военного округа, 1997 год. И, я так понимаю, да, заключительный вариант из состава ограниченного контингента советских войск в Афганистане, 1988 год. Ну, что сказать, вариантов, конечно, много. В конце, вот еще на последнем листе, еще проведем список красок, используемых для сборки и покраски данной модели. Ну, что сказать, инструкция, конечно, впечатляет. Ничего не скажешь. Все отпечатано достаточно четко. Вроде, на первый взгляд, достаточно все понятно. Вот, как это в сборке, конечно, будет, покажет. Сборка, точнее, покажет, как это все на самом деле. Но по опыту просто скажу, что я уже собирал несколько моделей от Мэга. Ну, конечно, удовольствие. То есть, можно сказать, что это по качеству литья и стыковки, это тамио, только деталей намного больше. Так, ну, давайте начнем непосредственно. Перейдем к пластику. Начнем, как обычно, с ванны корпуса. Ванна отлита одной детали. Днище очень здорово проработано. Вот, как и боковые поверхности. Достаточно такой пластик. Я бы не сказал, что тонкий. То есть, в принципе, все нормально, ровненько все. Никаких перекосов, дефектов я не вижу. Здесь присутствуют небольшие следы. Такие вот, типа заусенцев. От литья, видимо. Ну, это, в принципе, устраняется достаточно просто. По мочасти, друзья, не скажу. Честно говоря, не силен я в мочасти. Поэтому вот буду... То, что вижу, как говорится, то и говорю. Очень, конечно, здорово проработано все. Ну, давайте перейдем дальше. Тут еще много, конечно, у нас всяких литников. Ну, сразу траки, да, вот пакетик с траками. Я один вытащил. И еще, ну, всего таких четыре у нас литника. Траки сделаны отдельно. И, судя по инструкции, они у нас должны собираться, ну, на щелчке. То есть, наш хом-тренинг будет держаться. Вот, не знаю, на самом деле, как это будет. Но посмотрим. Пролито все достаточно неплохо. Все достаточно четко. Никакого облоя я не вижу. Смещение стыка пресс-формы тоже едва заметный в шовчик, который, в принципе, все это легко убирается. Так, идем дальше. Дальше у нас два одинаковых трака... Эээ, два одинаковых литника с катками. Вот. И, значит, здесь у нас также звездочки представлены. Ну, какие-то детали, я так понимаю, ходовой. Даже, честно говоря, тут большинство не скажу, что это такое. Ну, какие-то лючки, понятно, мелкие. Фары, я так понимаю. Но, опять же, качество, конечно, впечатляет. Все аккуратненько пролито. Нигде ничего. Никаких дефектов, утяжем. Среды толкателя у нас присутствуют на люках, но с той стороны, где этого видно, не будет. Например, на звездочках. Вот, звездочка сделана двухсторонней. На звездочках я следов толкателей не вижу. Вот. Ну, пойдем дальше. В конце, как обычно, я сделаю фотографии уже более подробно. И в конце покажу. Засниму литники, покажу все в деталях. Вот. Чтобы уже не очень долго, скажем так, затягивать. Так, дальше у нас литничок идет. На нем у нас детали корпуса, верхняя часть. Опять же, вот так, кресло водителя, я так понимаю. Далее идут детали, я так понял. Это механизм опускания и поднятия стволов. Сделаны вот зубцы. Тоже аккуратненько так все пролито. Ну, качество, конечно, впечатляет. Ничего не скажешь. Вот баллоны. Баллоны, я так понимаю, сжатый воздух или еще что-то. На место, где вот у нас механик-водитель сидит. Отлиты одной деталью. То есть не из двух половинок, а в виде одного целого. И шовчик буквально вот такой еле заметный. То есть легко все убирается. Все достаточно здорово пролито. Ну, вот на этих деталях, вот на сиденье тоже есть следы толкателей с обратной стороны. Но я думаю, что этого видно ничего не будет. Так, дальше. Дальше у нас идет литник с верхней частью корпуса. Смотрю, сейчас сбоку. Ну, достаточно все ровно. Вроде никаких перекосов нету по верхней части. Вроде все ровненько. Вот, это у нас корпус РЛС, я так понимаю. Боковые плиты с вырезами под люки. Ну, тоже все достаточно аккуратно пролито. Дефектов. Каких-то облоя я не вижу. Ну, здесь вот немножко вот есть следы от толкателей. Вот эти вот штучки оставились. Но это ерунда. Все легко убирается. Так, дальше давайте продолжим. Тут еще много литников у нас. Так, еще один литник. С кучей деталей просто. Поэтому здесь, я так понял, ну, во-первых, вот стволы. Стволы уже рассверлены. Неплохо так достаточно выглядит. Также здесь у нас дан трос. То есть трос у нас в пластике. На тросе уже сымитированы крепления на борт, который... Еще какой-то небольшой кусочек троса. Так, ну, в принципе, трос. Достаточно тоненький и сделан аккуратненько, в общем-то, можно сказать. Так, вот крышки. Я так понял. Это на башне закрывает отсек с боеприпасами. Я так понимаю, с внутренней стороны тоже дана какая-то отделка. Тут какие-то ремешочки, типа петельок или еще что-то такое непонятное. Достаточно интересно. Вот тоже какие-то детали, то ли имитирующие шланги. То есть они такие ребристые. Очень, конечно, классно, аккуратно отлито. Ну, просто здорово. Две лопаты здесь у нас представлены, крюки. Ну, дальше куча тоже всяких мелочевок. Очень много всяких мелких деталей. Опять же, никаких дефектов я не наблюдаю. Так, следующий литник. Следующий литник у нас здесь у нас, значит, ну, вот видно боезапас имитирован. То есть патроны вот эти вот ленты, подающие, с патронами, сделаны здорово, честно сказать. Классно, очень пролито тоже. Различные какие-то решетки, лючки, опять же, опять же, еще две лопаты. Вот. У тебя, так по-моему, детали ходовые еще здесь представлены. Люк механика-водителя с отлитой на ней уже дворником. Тоже достаточно так аккуратно сделан. Ну, радует, радует, конечно, мелко, ничего не могу сказать. На некоторых люках вот с обратной стороны тоже имитировано какое-то ну, не покрытие, а что-то ребра жесткости, что-то такое. антенный ввод. Тоже достаточно все так аккуратно сделано. Так, ну, давайте дальше пройдем. Еще у нас не все. Так, дальше у нас еще один литничок. Так, ну, опять же, здесь стволы. Очень похоже. Так, зачем нам еще стволы? Честно говоря, не совсем понял я. Может быть, какие-то модификации, чем они отличаются от тех стволов, честно говоря, не знаю. Так, ну, опять же, люки. Имитация у нас троса. Так, ну, различная мелочевка, крюки, ну, и так далее. Это вот, видимо, боковины башни какие-то. Ну, опять же, все, конечно, классно пролито. Честно говоря, не знаю, вот для чего столько стволов. То есть, получается, в наборе 8 стволов идет. Надо будет, конечно, посмотреть потом уже при сборке. Я думаю, надо разобраться. Скорее всего, это, видимо, на различные варианты. Хотя, чем они могут отличаться, стволы эти, честно говоря, не совсем понятно. Ну, да ладно. Так, идем дальше. Дальше, друзья, у нас еще один литник с деталями башни непосредственно. Еще две лопаты. То есть, уже я так припомню, 6 лопат у нас получается. Так, ну, здесь сама башня. Башня, вот, боковая часть у нас, скажем так, единой деталью дано. А вот уже верхняя крышка, низ башни, там, различные боковые, вот, задняя с раздельными деталями. Так, здесь у нас вот это, я так понимаю, как раз боезапас и бревно у нас. Бревно у нас тоже давно в пластике. Ну, бревно, честно говоря, немного грубовато сделано, на мой взгляд. Честно скажу, не очень, скажем так, бревно мне нравится. Но остальное, конечно, ничего не скажешь. Все лючки, все, вот, клёпка, сымитировано, все, конечно, очень здорово. Так, так, и последний, друзья, наконец-то, литник. Так, здесь у нас тоже куча мелких деталей. Опять же, вот, патроны я вижу, тросы, опять же, какие-то. Опять, корпус РЛС, еще один, фары, прожектора, я так понимаю, подсветки. Ну, еще какие-то детали, которые я даже затрудняюсь, честно говоря, назвать, что это может быть. Ну, люки, понятно, вот, запасные траки, ну, и куча мелочевки, всякая разная. Пила. Здорово, конечно. Опять же, все пролито, без каких-либо видимых дефектов. качество, конечно, впечатляет. Так, по основным литникам все, в принципе. Осталось у нас вот еще такая вот шпильки такие, точнее, шайбочки такие для катков. то есть, я так понимаю, ходовая у нас будет рабочая. Вот. Далее у нас еще литничок маленький с прозрачными деталями. Так, запечатан еще в эту защитную пленку какую-то. Так, друзья, секунду. Ну, вот, все. Так, сейчас приблизим. так, ну, здесь вот у нас во-первых, стекло механика водителя, люка, да, еще различные, я так понимаю, габариты, осветительный прибор еще какие-то, прицелы, я так понимаю, и вот вот эта приборная доска тоже в отсек механика водителя. Ну, опять же, все достаточно неплохо пролито. Все прозрачненько, без каких-либо дефектов. дефектов. Так, далее, далее у нас идет вот такая оплатка фототравления. Здесь у нас различные решеточки представлены, цепочки какие-то, имитация, ну, еще какие-то детали, крышки люков каких-то, ну, еще ряд деталей таких, пока не знаю, что это, но неплохо сделано. Травление такое, я бы не сказал, что тонкое, то есть, в принципе, нормальное. Так, далее у нас еще отдана вот такая вот имитация шланга. Трубочка такая вот резиновая. То есть, я так понимаю, это для стволов. Я вот, честно говоря, не знаю мочать, но подразумеваю, что, видимо, стволы как-то охлаждались, скорее всего, жидкостное охлаждение было, и вот для подачи этого охлаждения применялся вот шланги, которые, в принципе, на изображении там видно к стволам подходят. Ну, могу ошибаться, конечно, если что, друзья, поправьте меня в комментариях, но, скорее всего, вот такая вот штука. Так, и последнее, друзья, что у нас осталось, это декаль. Так, на декале у нас представлены познавательные знаки российские, ГДР, так, и различные номера бортовые. значки гвардии, опять же, перевернутые почему-то. Вот, приборы на приборную панель даны. какая-то еще табличка, еще каких-то ряд значков. Ну, отпечатано все достаточно неплохо. Краска достаточно матовая, надо сказать, что если у других производителей обычно вот декаль такая глянцевая, то здесь я вот смотрю достаточно такая более, скажем так, матовая что ли, поверхность. вот, ну, опять же, каких-то проблем я не вижу, отпечатано все достаточно неплохо, смещений цветов тоже нету, все вроде бы ровненько и красиво. Так, ну, в принципе, на этом все, друзья, это все, что было вот в коробке. Вот, ну, честно скажу, конечно, Мяк радует, радует, конечно, самим качеством. ничего не могу сказать. Если в сборке это все будет так же, то, я думаю, от сборки массу удовольствий можно получить от такой модели. Вот, ну, на этом все, друзья. Далее я постараюсь все это еще раз сфотографировать хорошо и выложить в конце этого видео. Вот, а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok